Давайте я представлюсь. Меня зовут Сергей Ихбойда. Я работаю в Ленинской академии прерывного образования, заведующая темно-дистанционного обучения. И по образованию я информатик. Когда у меня родился сын, я понял, что, как сказано в той песне, «Никто не даст нам избавления и царю Бога, не герой», да? Мне придется образовывать своего сына самому. Спасибо. Кому нужно будет, вот на столе еще есть, визиточки можешь взять. Я понял, что кроме меня научить его программирование будет нехорошо. Я не говорю, что у нас в Виннице нет преподавателей, которые могут научить. Таких есть и много, и они классные, супер. Но мой ребенок, это мой ребенок. Я собираюсь учить ровно так, как я считаю нужным. Поэтому, как только у меня мама родился, я начал писать набор задач для программирования именно для маленьких. И это все реализовалось. Вот у нас есть такой ресурс. У вас в визитках его нет, но вы можете найти его в сети, он очень простой. Если можно, я буду часть того, что я буду рассказывать в сети. Можно? Да. Вот есть замечательный ресурс, NetoEye.org.ua. В него можно зайти. И в этом ресурсе вот тут есть тренувальный роззин сайта. Написано задачи для почерпевцев. Чем интересны эти задачи? Во-первых, они очень простые. То есть именно для начинающих. Во-вторых, можно решать их на трех языках программирования. Можно решать на Pascal, можно решать на C, можно решать на Baiton. Каждая задача имеет условия. Условия формулируются на двух языках. На украинском, на русском. Раньше была часть, часть у нас еще есть на английском, но эти задачи мы не переводили, потому что это для личного пользования. Вот обратите внимание, очень простая задача на циклы. Мы решаем ее, а когда мы ее решим, у нас вот есть такая замечательная штука, на десанты розыгран задачи. Ребенок решил, код задачи сунул туда, и у нас ребенок сразу получил ответ. Правильно он решил или неправильно. Классно? Легко. Да, да. Хорошо, хорошо. Но я четко понимаю, что маленький ребенок, четырех, пяти, шести лет, ему решать задачи на чем-то вот таком, это очень напряжно, очень долго. Поэтому мы решаем вопрос немножко по-другому. Вот у меня есть вордовский документик, на котором есть две замечательные фразы. Код Угаймлаб и скрэкч. Понимаете, пожалуйста, руку правую тех, кто знает, что такое код Угаймлаб. Во. А что это такое? Это обыкновенное приложение Microsoft, которое позволяет программировать очень быстро и очень просто. И при этом знание языка ребенку практически не нужно. Ему нужно только уметь читать. Больше ничего. Плюс к этому это приложение сразу учит объектно-ориентированного программирования. Сразу. А как? А смотрите, мы берем объект, ставим его на карту, даем ему какие-то свойства, потом мы можем клонировать его. И все клоны от него будут иметь свойства первого объекта. Это чистая объекта-ориентированного программирования. Кроме этого, ребенок создает игровой мир. И он создает его сразу. Ну, за скачь я говорить не буду, потому что смысла нет. Почему? Потому что мы сегодня поговорим именно о приложениях, которые есть в онлайне. И я буду рассказывать только о приложениях, которые бесплатны. Чтобы это не вызвало учителей, как обычно, вот такого отторжения. Знаете, можно я вам расскажу о ней? Да. Что нужно для того, чтобы стать хакером? Что вам нужно для того, чтобы стать хакером? Знаете? Вам нужно кувалду и ноутбук. А как вы это сделаете? Вы подходите к банкомату, кувалду его разбиваете, достаете деньги и уходите. А какой вы хакер без ноутбука? Так вот, когда я начал разбираться с приложениями, которые можно использовать для ребенка, именно вот первого, второго класса, третьего класса, я пришел к тому, что появилось очень много приложений онлайновых, которые можно использовать, и они есть бесплатные. Я специально сегодня не рассказываю о платных приложениях, и есть масса штук, я рассчитал, что 15, только платных. А сегодня мы говорим исключительно о бесплатных приложениях. Договорились? Итак, первое приложение, о котором мы говорим, оно у нас есть в визитке, написано LightBot. LightBot, он идет на английском языке, но я думаю, что проблем с этим устранением нет. Очень просто. На сайте LightBot чуть пониже есть. Вот у меня открыто приложение сейчас. Адэ уже демо открыта, чтобы я специально его запустил, чтобы оно прогрузилось. А на сайте, там можно скачать приложение, установить себе на Android, на iOS, на Microsoft платформу. И плюс к этому, можно поиграть просто в онлайн. Для ребенка, который начинает программирование, вот этой игры в онлайне, в принципе, достаточно. Давайте посмотрим. Первое приложение, давайте посмотрим. Basic is, да, стартовый. Мы запустим, первый шаг. Обратите внимание, все подписано. Просто щелкаем, читаем то, что здесь написано. На самом деле я просто пропущу. Сегодня я буду в вашей инструкции. Итак, очень просто. Роботу нужно пройти два шага вперед и зажечь лампочку. Стрелочка вперед, стрелочка вперед, зажгел лампочку. Запустили приложение, смотрим. Робот прошел, зажег. В принципе, первое задание выполнено. Второе приложение, видите. Ребенок выполнил. Скажите, пожалуйста, нужно ли читать ребенку вообще в этом приложении? Нет, там без указателя. Там просто стрелочки. Смотри. Два шага вперед, повернулся направо. Два шага вперед, повернулся направо. Два шага вперед, зажжем лампочку. Поехали. Если где-то что-то он упустил, что-то не так работает, можно в любой момент остановить, перезагрузить программу, вставить сюда дополнение. Чем интересно это приложение? Это приложение интересно тем, что дальше у нас идут процедуры. Вот такого больше нет ни в одном из тех, что я показывал. Что такое процедура? Это маленькие подпрограммки, которые можно дописывать, и они будут выполняться в процессе работы от программы основной. И что интересно, на уровне 3 и 4, там, где у нас большие процедуры есть, там можно формировать даже рекурсию. Объяснять ребенку, что такое рекурсия на ВЗ-функции. Это первый класс, понимаете? Когда ребенок в первом классе понимает, что такое рекурсия, сама ВЗ-функция, сама из себя. Я думаю, что проблем дальше у него с программированием будет вообще. Так, с этим разобрались? Разобрались. Второе приложение, о котором мы с вами сегодня будем говорить, это CoreOrg. Второе ресурс. Я думаю, что большинство из вас его видели. Видели? Это очень просто. Здесь замечательное видео, замечательные презентации о том, как создавать программы. И в принципе, здесь есть задания, начиная с 5 лет и старше. А для того, чтобы мотивировать ребенка изучать это все, он может очень быстро, на первом этапе, пройти час кода. Слышали о таком мероприятии? Час кода. Я очень надеюсь, что большинство из вас участвовали в этом мероприятии. Мы сами делали это, в Санккомпьютерной Академии Шах проводили такое мероприятие. Все очень просто. Вот есть час кода. С этого года Microsoft запустили еще два интересных приложения в Minecraft и Звездные войны. И час кода. Причем в Звездных войнах можно формировать приложение, программу, по желанию самого ребенка. То есть, ребенок сам пишет программу, как это все должно работать. Что интересно. Не только выполняет задания, которые его просят, но он делает в конце. По-моему, последнее-предпоследнее задание у них там. Это создание собственной программы, по которой там этот человечек будет ходить, выполнять эти объекты, будут создаваться, убираться и так дальше. Давайте посмотрим вот это. Это самый первый час кода, который появился в сети, и он уже латифицирован. То есть, есть подсказка на русском языке, подстрочник, который позволяет вот это все формировать. Вот есть рассказ Белла Гейтса об этом, Майка Цуперка и всех остальных. Тут все написано по-русски или по-украински, можно это все выполнять. Создаем небольшую программку, нажимаем «Выполнить» и приложение работает. То есть, объяснять, как это работает, я думаю, не нужно. Нужно или не нужно? Не нужно. Хорошо. Давайте мы это остановим и посмотрим еще одну вещь. Это приложение называется «Рапост». Для того, чтобы оно работало, желательно иметь установлен на машине либо JavaScript, чтобы работал, либо Silverlight. Это такая. В принципе, приложение довольно-таки простое. Очень похоже на то, что я показывал вайтбод, то, что самое первое было. И вот давайте мы попробуем. Кампейн какой-то там. И вот нам нужно выполнить определенный набор приложений. А как это делается? Смотрите. Ровно то же самое. Списочек стрелочек, куда мы поворачиваемся, что делаем. Берем стрелочку, ставим первой командой. Поворачиваемся сюда, берем еще стрелочку. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот еще должна быть кнопочка «Старт». И вот мы выполнили две команды. У нас две звездочки собрались. Таким образом, оно очень похоже на то, что я показывал вайтбод, но оно более функциональное, в нем есть больше уровней. Относительно вайтбода, я хочу вернуться к нему еще. Вы можете его установить. Он стоит что-то около 40 гривен. Можете установить его и потом играть его в офлайн. Так, с этим разобрались. Еще одно приложение, которое нам будет интересно, называется «Блокки». Чем оно интересно? Оно интересно тем, что кроме стандартных команд, как в коду GameLabs, кроме стандартных команд, как в коду Org, здесь можно делать очень интересные вещи. И это все партируется сразу, по-моему, на три языка программирования. Python, JavaScript и еще что-то. Ну, давайте вот посмотрим вот такую вот птицу. А, давайте посмотрим сначала лабиринт, а потом посмотрим птицу. Все очень просто. Мы задаем команды, которые нам нужно выполнить. Выполняет это вот исполнитель, который здесь есть. Фактически очень похоже на то, что было. Вот мы выполнили первую команду. Обратите внимание, вот у нас на JavaScript две команды выполнились. Вот так они выглядят. Поехали. Что там, он там не может выполнить. Повернуть налево, шагнуть вперед, повернуть направо, шагнуть вперед. В данном случае еще можно поменять человечка, который будет ходить. Вот если поставить этого самого космонавта, он будет по космической станции ползать. Это довольно-таки интересно. Теперь давайте мы вернемся сюда, посмотрим птицу. А в птице, мы кроме того, что изучаем алгоритмику, мы еще изучаем геометрию фактически. То есть нам нужно указать направление, под которым эта птица будет лететь. Вот мы можем указать, это будет 45 градусов, запустить программу. Вот у нас птица полетела, подхватила червяка и донесла его до гнезда. А есть более интересные моменты, когда эта птица летает под углом 90 градусов, 180 градусов, То есть надо, ребенок начинает понимать уже в первом классе, в втором классе, что такое градусная мера. Я считаю, что это очень важно и очень нужно для ребенка. Так. Ну и последнее, но, наверное, самое интересное приложение из того, что я хотел показать, называется оно Ходкомбат. Скажите, пожалуйста, все ли из вас хоть раз в жизни играли в компьютерные игры? Именно такие, более-менее серьезные. Типа стратегии, каких-то еще что-то, квестов. Я думаю, что все. Правда? Ну, кто-то играет в казуальные игры, типа шариков, кто-то там карты складывает, это не считается. А вот такие вот, более-менее серьезные игры, с одной стороны, мы говорим, что ребенок играет в игры, это бывает плохо, да, если он заседает в игру. А с другой стороны, можно сделать так, чтобы ребенок, который играет в игры, он играл интересно, с пользой для себя. Давайте посмотрим, как это работает. Вот у нас создается игровое поле. Сейчас, если все запустится, то все шикарно. Начнем с подземелья Китгарда. Первый уровень, самый нижний. Для этого мы выбираем первый уровень, играть. Я сейчас играю как густь. А на самом деле, у меня там есть аккаунт, под которым я пытаюсь иногда играть. Дальше мы выбираем героя, под которым будем играть. Я хочу играть мальчиком. Я выбираю героя. А вот дальше начинается самое интересное. Ну, мы все знаем, что когда мы играем в какую-то игру, там нужно что-то покупать, что-то завоевывать, чего-то достигать, каких-то уровней, да? Обмунирование покупать. На самом деле, эта игра имеет два уровня. Есть бесплатная, есть платная. Для наших украинских деток платный уровень немножко кусается. 10 долларов в месяц, это немножко дорого. Ну, родители, которые понимают, что это такое, они, конечно, купят такой доступ для своих деток. А вот все остальные этого делать не будут. Вот, давайте посмотрим. Ему сразу вот доступны тапочки. Мы его оденем сразу в тапочки. И ниже у нас есть кнопка «Играть». А что такое тапочки? А тапочки у нас автоматически добавляют в книгу знаний, которые у него есть. Знания команды, с помощью которой он может куда-то идти, что-то делать. Вот у нас начать уровень, да? Задание «Избегай шагов, возьми самоцвет». Очень хорошо. И у нас уже написана первая команда, которую мы можем использовать в нашей работе. Сюда пишется эта помощь, сюда пишется сама команда, сюда пишется код. Здесь все рассказывается, рассказано, показано, причем в звуке оно еще английское, но в этом самом рукописях оно уже украинское и русское. Слово сказать, что интересно, это единственная игра, где ребенок может получать экспириенс и денежку, которую он зарабатывает, игровые деньги, с помощью своего ума. То есть можно подписаться, там есть такой клуб дипломатов, называется. А что такое клуб дипломатов? Вы подписываетесь и переводите 1, 2, 3, 5 уровней или площадок, с которыми вы работаете. В результате вы получаете какие-то бонусы себе через некоторое время. Ну давайте посмотрим. Пишем сюда команду. Вот он нашел у нас отсюда сюда. Для того, чтобы идти вниз, ему нужно команду move down. Пишем. Move down. Дальше ему нужно опять move right. И дальше ему нужно в принципе все. Нажимаем кнопку запустить, смотрим, что получилось. Наш капитан дошел до нужного места. В принципе, все, что необходимо, он выполнил. Обратите внимание, сейчас я писал код на Python. А я могу выбрать JavaScript, могу выбрать Ruby. Могу выбрать, по-моему, там то ли 6, то ли 7 языков программирования есть, можно подбирать и играть именно в этих языках программирования. Что интересно, я заметил, что когда ребенок изучает язык программирования не ради языка программирования, а при выполнении какой-то определенной задачи, результат получается более интересен. Более того, по роду своей деятельности я занимаюсь в учении взрослых. И вот тот модуль, который я читаю на курсах повышения квалификации, он называется «Хмарная технология в освете». В нем я рассматриваю два кусочка. Первый, я рассматриваю платформу дистанционного обучения, свою. Если захотите, я могу продемонстрировать, что я попозже. А второй, мы рассматриваем именно «Хмарная технология». Так вот, там, где мы рассматриваем платформу, у нас обучение идет неявной формы. Что это означает? Человек смотрит и выполняет какие-то задания. Например, у меня начало идет использование браузера. То есть, как открыть браузер, как перейти вперед, назад, как перейти по ссылочке, что такое баннер, и так далее, и так подобное. Человек потихоньку-потихоньку двигается в моей платформе и постепенно он набирает навыков. Он учится, как использовать тот текст, который там есть, как продемонстрировать преподавателю, что он это изучил, как выполнить практическую работу, как поучаствовать в чате, в форуме и в чем-то другом. Вот такая неявная форма. Вот мы нажмем «Готово», у нас победа, и мы заваливали там определенное количество призов. Нам насыпали денежку, что приятно. За эту денежку мы сможем купить что-то, для того, чтобы проходить дальше. Дело в том, что если вы правильно и хорошо проходите, то вы можете получать за это дополнительную какую-то копеечку. И ребенка это очень сильно мотивирует. Давайте попробуем еще один уровень. Чем дальше, тем уровень сложнее. Ему нужно пойти собрать там, 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 там эти копеечки и потихонечку выйти из лабиринта. Дальше он будет идти воевать с троллями, с орграми. Дальше он будет строить какие-то здания, строить какие-то стены, еще что-то. И таким образом он пройдет, это фактически обыкновенный квест. Но в этом квесте каждый ребенок научится хотя бы по минимуму, но программировать. Вот такой вот подход. и я так думаю, сколько у нас осталось? Минут 15, да? Минут 15. 20. 20. А, хорошо. И давайте мы закончим. Это не у нас. Значит, Холею, я хочу вам рассказать еще о одном проекте. я специально подобрал вот такой набор материалов. Я думаю, что это интересен. Хорошо. Я хочу вам еще рассказать об одном проекте, который мы сейчас внедряем. Он похож на эти все, но и не похож сверочи ни на что. К сожалению, у меня нет такого активного выхода на педагогов Одессы. Хотя, я не знаю, координатором этого проекта. Если вы посмотрите на визитки с той стороны, которая наружу, написано, что я региональный координатор проекта в Мексике и в Украине для Ленинской, Житомирской, Хленинской, Одесской области. Давайте мы посмотрим, как работает этот проект. Есть. все очень просто. Где-то в 2012-2013 году в Украину эстонцы привезли новый проект, который называется Мексика. Внедрять начали его в Крыму, но после того, как Крым у нас тянет, в Украине, эстонцы сказали, мы там внедрять не будем, переехали в Львов. В позапрошлом году внедрялось в Львове, в прошлом году и в этом году мы внедряем его по всей Украине. 20-го числа, 20-го, у меня в Венеции проходил региональный финал этого конкурса. Конкурс по устному счету в рамках этого проекта. Давайте я покажу вам несколько возможных приложений, которые, я думаю, что вас заинтересуют, поскольку, очевидно, здесь все-таки люди с физико-математическим складовым артушкой, правда? Так, хорошо. Проект делится на две основные части. Первая часть относится к различным викторинам и тестам, которые можно создавать в рамках этого проекта. Давайте мы откроем умовы. Можно я перейду на украинскую? Мовы, вправы. А теперь дивитесь, какая чудовая речь. Открываем першу викторину, которая называется «Берзи-ненімалс» – это английская мова. Розпочатим новыми книгами. Я только покажу несколько примеров, как она работает. Это у нас кто? Да? А это? Это у нас на верху. Да? А это у нас? Зарейте увагу, что тут идёт «Берзи-ненималс» «Берзи-намалс» 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 Вот у меня есть в науках, в праве. Я хочу вам показать очень интересную праву, которая называется география. Вот у нас Виктор Шпаченко делает такую праву. География называется «Пропады крайне света». Поехали в новые дни. Так, это у нас вверх Шри-Ланка, а внизу у нас, скорее всего, Львович, 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 Львович. Так, внизу у нас кто? Австрия. А зверху у нас Естония. А внизу у нас чи Словения, чи Косни Герцелуя. Нет, видите, неправильно? Правильно. Правильно. И вот таким чином я управляюсь, это называется управа иллюстрацией. Можно выбирать из большой количества, можно выбирать из той количества, которая нам необходима. То есть, пожалуйста, если у меня ученик, пройшло его 5-6-10 раз в этот право, то будет он узнавать право страны, до которой он относится? Да я думаю, что нас не запоминает. До речи, я придумал очень интересную игру. Мы сейчас с моим маленьким занимаемся, я еще свою сестру включил. У меня такая ситуация, что у меня вся семья педагоги, повестью, мы можем влаштовывать на домашний колледж. У меня мама молодшие классы, сестра филолог, я физмат, племейник у меня историк, так что семейный подряд. Батько у меня был вообще универсалом, мы читали, что за угодно. Вот, ну это таки. Мы сделали такую вправу чудовую. Я надрукувал такого размера кризисточки, с одной стороны прапор, с другой стороны назву стадиции, краину и место, где он находится. На карте Европы, Азии, Америки и так далее. Мы берем великий атлас света и берем с собой планшет. Но что? Каждый из нас получает часть этих карточек, каждый показывает их карточку, каждый, кто играет, должен понять, что на этой карте изображено, чей это правда. И назвать столицей. Если мы не называем, мы открываем планшет, начинаем шукать его, где он находится, и на карте потом находимся, где он находится. Ну, кто захочет, я могу потом при потребности в мережу, в городе, вот такие документы простенькие. Правда, потратили много времени. Такое. Теперь давайте поднимемся. Ну, тут есть много всяких этих прав. Мы сейчас на этом остановиться не будем. Видите, тут есть и физика, и математика, и информатика, и история, и биология. Это часть прав на российском языке, часть прав на украинском языке. И что самое интересное, те вчители, которые желают принимать участие в этом проекте, могут получать права вчителя, а для этого нужно будет возможность, нужно зарегистрироваться в проекте, я это сделаю, я сейчас покажу. И написать мне, по сюрпризу, на мой e-mail, который есть в вашей позиции, про то, что вы хотите получать права вчителя. Есть вопросы? Есть вопросы? Есть вопросы? А вы можете создать такие правы самостоятельно. И вы можете организовать свои собственные тренинговые майданы на свой свой класс или школу. Проводить небольшие чемпионаты на свою школу или на свой один класс. И учитель может исследовать результаты работы своих ученых в этой системе. Это бесплатно? А, это все бесплатно, абсолютно. Я не показывал, что одного проекта для загрузки. А? А? Не, я сказал за то приложение, которое можно доустановить, которое есть демо на сайте, в него можно играть бесплатно, а можно потом доустановить, и потом играть без онлайна, для того, чтобы вот с собой таскать. Я знаю несколько своих учеников, которые себе это установили. Их родители возят очень издалека. У нас в районах они живут, и они едут в Винницу для того, чтобы поработать в средственной школе компьютерной. Они едут где-то час-полтора часа. Так вот, за эти полтора часа, пока он едет на планшетку доставок, сидит и играется. Пусть играется с пользой, в конце концов. Так, ну и давайте посмотрим вторую часть этого проекта, который называется Пранглинин. Когда-то давно, лет двадцать назад, в Эстонии, на острове Прангли, директор школы понял, что его дети не хотят учить математику. А когда он говорит, что нужно изучать узный счет, они смеялись с него и показывали свои калькуляторы, говорят, вот у нас есть калькулятор, зачем нам еще учить узный счет. Он придумал соревнования, в котором дети соревнуются в узном счете. Если открыть закладку Пранглинин, здесь можно увидеть этот самый, можно увидеть правила проведения, можно посмотреть, в каких номинациях проводятся соревнования, в каких номинациях проводится тренировка. Обратите внимание, что у нас есть шесть номинаций, в которых проводятся соревнования-тренировка. Это младший класс и первый, третий, дальше идут четвертый, шестый, седьмой и одиннадцатый, и взрослые женщины и мужчины отдельно соревнуются в отдельных номинациях. Это и мы разделили, это разделили эстонцы, которые предлагают этот проект. К слову сказать, все мы, сидящие здесь, имеют полное право и возможность участвовать в этом проекте. Я вам сейчас покажу, у меня на блоге есть отчет о проведении финала Легиан-Англова. У нас соревновались очень многие взрослые люди, набрали очень хорошие результаты. Они сейчас поедут во Львов, а потом, если они наберут такие же планы на всеукраинском финале, то их программа повезет в Эстонию, не в Эстонию, а в этом году в Словении. Нам международный этап. Давайте посмотрим, как это выглядит. Я зайду в режиме тренировки и зайду как гости. Я зайду как гость. Это будет 13 класс. И вы увидите, как я буду считать. Это очень просто. Давайте посмотрим. Вот я додавание в стандарт. Открыли. Появляется вот такая площадка. На площадке можно считать мышкой, можно считать на планшетке пальцем. Никакой разницы нет. Единственное, что в соревнованиях происходит только мышкой, чтобы все были в одинаковых условиях. Все. Я нажимаю початок. Поехали. 9, окей. 3, окей. 3. Это у меня 31 секунд считает. Первый уровень считается счет в межах десятых. Для всех одинаково, начало. Можно выбрать побольше, посильнее уровень сверху. Это такое. Казалось бы, да? Примитивно, да? Элементарно. Я вам сейчас расскажу фокус. Честно скажу. Вот мы считаем, 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 считаем. Появляется второй уровень. Второй уровень в межах 20, третий уровень в межах 100, дальше тысячи, 10 тысяч, 100 тысяч. И если кто может успеть, то в межах мигра. А в чем фишка? Есть у нас такая школа в Стриме, гимназия, где працюет замдиректором школы Виктор Шпаченко. Вин сам математик, проводил он на всю школу в вязковом порядке. Виявилось, что учени, которые учились с математики на оценку 4, за бюро, занимающийся щодня 15 минут таким усилим рахунком, начинают отримать чутку 9 из математики. То есть есть такая корреляция между тем, кто занимается, и кто отримает оценку. И кроме того, что интересно, эти же самые учени начали отримать вишеные оценки из других предметов. Оця штука очень классно структурует мозг. А подивите. А, я сам начал рахувати его так же, как и другие участники проекта. Я начал рахувати в магазинах, швидше за продавца, с калькулятором. Меня теперь не может обманути жоден продавец, потому что я рахую лучше. Меня сын начал рахувати, он стал больше, как бы сказать, забранием. Потому что тут неправильно делаешь, что эта программа сразу наказывает. Да. Ну и на завершение всего всего я расскажу, как проходит змагание, каким чином. Так, и там на моей визиции вы можете побачить адресу моего блога. Так, сейчас. Вот есть, она такая, видимо. На моей визиции есть адреса моего блога. На ней можно подивиться. Тут очень много всяких информации. Мы ведем блог с двух вопросов. Информационные технологии высыхают и дистанционное навчание. То есть, если вы хотите почитать, например, про перевернутый класс, тут можно почитать. Про смешанное навчание тоже можно почитать. Про дистанционное навчание, пожалуйста. Про ресурсы, которые есть в свеке, из этих вопросов тоже есть. Те все ресурсы, которые я сегодня показываю, они тоже тут есть. Воно зручно теговано через марку Тиев. И можно подивиться. Кожему, кто захочет, может подивиться его повном обследе. Давайте попробуем так. Сидим. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ...должение следует... Да. Играет музыка. Играет музыка. И учителей, и одесских детей на своем фенале. Призы вы сами видели какие. В этом году у нас было награждение по эстонской системе. Знаете как? Мы разложили призы на столики. Подозвали всех. И сказали, дети, вот ваши призы. Когда мы вызываем вас к призам, получая диплом, каждый подходит, получает свой диплом и выбирает себе один приз сам. Ровно то, что он хочет для себя. Вы знаете, вы видели эти глаза детей? Вы знаете, обычно на награждении дети так. Ой, а мне мышку дали, а я хотел флешку, а я хотел наушники, там еще что-то. Тут каждый подходил и выбирал себе ровно то, что он считал нужным. Это было классно. Начали мы награждение с самых маленьких, с первого класса. Потом, ну, первые места все дали. Потом опять с самых маленьких вторые места и с самых маленьких третьих. Все были очень довольны. Если мы видели, там такая семья, женщина, мальчик и мужчина, скажем, да? Это родина математики в Шибетских, в Житомирской области. Там и тату, и мама, и сын рахуют. А вторая семья, там в ролике не было, родина Кривошеев из места Винницы. У них считают все поколение. Их деду 80, потом идет Михаил Кривошеев, потом идет Игорь Кривошеев, чуть помоложе его. Потом идет его жена Татьяна Звожинская, их сестра там еще кто-то еще, 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 еще. И еще сын Михаил. Вы знаете, самое смешное было в том, что программа дисквалифицировала по, ну, два одинаковых аккаунта, которые набрали максимальные баллы. Два Михаила Кривошеева. И мне потом звонят, спрашивают, говорят, а вот как так? Это же разные люди. Я им звоню, они говорят, ой, боже, мы же не заметили, что там даты рождения разные. А там оказалось, что и один, и второй, я считал по 10 с лишним тысяч баллов в финалах региональных. Вообще шикарно получилось. Поверьте мне. А, и последнее. На чем я хочу обратить ваше внимание. С этого года мы будем думать, как передать эту программу еще и нашим психологам, психотерапевтам. Почему? Потому что если человек старшего возраста ежедневно считает хотя бы 15-20 минут, у него восстанавливается память. И у него пропадают вот эти всякие нехорошие возрастные изменения. Поверьте мне, это очень классно. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты.